Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Привет, из Доминикара. Субтитры добавил DimaTorzok Очень здорово, просто охренеть, просто охренеть. Каждое утро, каждое утро ты просыпаешься, делаешь зарядку, ходишь здесь, сидишь, гуляешь, читаешь, думаешь, работаешь за компьютером, бассейн всегда рядом. Искупался. Наступило время, поехал купаться на океан. Захотел в одно место, поехал в одно, потом в другое, потом в третье. Есть северное побережье, где волны, есть Карибское море, есть, да много разных мест есть. Все можно освоить, объездить, все посмотреть, приезжать домой, садиться за компьютер и зарабатывать деньги. Гениально, гениально. Работать здесь надо, конечно. Лето, зиму, самое холодное время, 2-3-4 месяца, в зависимости от того, какие у вас планы. Ну, я вот так для себя решу. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, можно здесь прекрасно жить. Можно построить дом, этого не будет дорого, это будет в пределах. Хороший дом на 10 сотках земли, с садом, с бассейном, не с таким, а в 2-3 раза больше. Это будет примерно 1170. Ну, максимум 180. Хороший дом, метров, ну, 4 комнаты, 2 туалета, 2 ванных комнаты, вот такой, одноэтажный. Спальнями, со всеми делами. Можно снять в аренду, можно снять в аренду, для начала так и надо сделать. Квартиру, вот можно снять дом, можно квартиру. Однокомнатная квартира вот здесь, она двухкомнатная, по сути. Кухня, зал, я покажу потом. Кухня, зал и спальня. Ванная, туалет, душевая кабина, все как положено. Вот, такая квартира стоит на месяц, ну, 400 долларов, это предел. У хозяина можно за полденник взять на день машину, на сутки. И куда хочешь, сколько хочешь километров проехать без всяких. Она застрахована без всяких проблем. 40-50 долларов в сутки взял машину, прокатился. Посмотрел, затарился товарами, продуктами. И все. Можно купить велосипед, взять на прокат. До моря 1300 метров. Тихий поселок, Рублевка, по сути. Вот так вот. Можно купить землю, начать постепенно строить. Можно купить дом. Короче говоря, возможности пока еще есть. Пока еще есть. Дональд Трамп ведь не дурак. Дональд Трамп не дурак. Знаете, сколько здесь живут людей? Из Канады, из Америки. Вот. Из Испании, из Франции. Вот у меня сосед здесь, он бельгийц. Вот здесь дорога у девушки живет. Канадка. Много очень. Там Испанка живет. Люди приезжают, семейные пары приезжают пережить трудное время. Дороговизну приезжают пережить плохую погоду. Посмотрите, какая нынче зима в этом году. И в Америке, и у нас, в России, и на Украине везде. В Казахстане холодище жуткое. А здесь благодать, зима. Вот зима, 26 градусов. Ну, что еще надо? Летом, конечно, тут тепловато. Градусов 35. Максимум 30, ну так. Но, ну, только одно условие. Надо, чтобы у тебя были деньги. Надо, чтобы деньги были. Хотя бы какие-то. И самое главное, чтобы деньги эти поступали через твой бизнес. Это должен быть бизнес в интернете. Других вариантов я не вижу. Так, чтобы приехать и здесь зарабатывать, что-то нет. Горбатиться здесь надядь бессмысленно. Ехать сюда таким образом не следует. Надо ехать с бизнесом в интернете. Поэтому что надо делать? Надо развивать бизнес в нашей компании. Надо строить команду. Надо создавать организацию. Получать чеки. Надо вести блог. Надо, ну, короче говоря. Я думаю, что вот на этом блоге я буду показывать возможности и как их достигать. Цель этого блога в конечном итоге это поднять мотивацию, дать человеку пинок, жизненную энергию, желание. Ну и определенные знания на основе опыта и истории успешных людей. Тех, которые чего-то достигли. Не важно, если вы пенсионер, как я, например, или молодые ребята, 30, 35, 40 лет, 25, не имеет никакого значения. Абсолютно никакого. Только радостнее, веселее, полноценнее, достойнее жизни, если вы имеете возможность, зарабатывая деньги в интернете, вести такой образ жизни. Классно. Давайте еще раз сплавим. Присоединяйтесь, заныривайте сюда, хотя бы через экран своего компьютера. Прыгни здесь.